Весь материал, а снятый для этого фильма подлинный. Некоторые сцены слишком откровенны и не рекомендуются для просмотра детьми без согласия родителей. Фильм снят компанией American Portrait Films в качестве образовательной программы. Впервые мы увидим на экране лицо неродившегося ребенка, застывшим на нем немым криком за несколько секунд до его полного уничтожения. Немой крик. Бернард Натамсон, врач. Меня зовут Бернард Натамсон. Я врач, практикующий акушер-гинеколог. И я считаю, что имею немалый опыт в вопросах обоснования. Когда я был еще студентом-медиком в 1949 году, у нас не было такой науки, цитологии, науки о зародыши. Нас учили, что нерожденный ребенок, фетус-плод, был неким образованием в матке. Но вопросом личной веры каждого было считать это нечто человеческим существом, или же приписывать ему наличие уникальных личностных качеств. Но вся ситуация изменилась, начиная с 70-х годов. Именно тогда, в медицинских кругах, произошло рождение новой науки, фетологии, науки о плоде, человеческим зародышам. Быстрое развитие стало возможным благодаря появлению потрясающих новых технологий. Ультразвуковое изображение, УЗИ, электронное освежение с забиением сердца плода, фетология, гистероскопия, радиоиммуннохимия, а целый сон других головокружительных методик, которые сегодня составляют сердцевину науки о плоде. Синхронное ультразвуковое изображение, то есть получение изображения движущегося плода на экране, стало доступным в медицинской практике с 1976 года. Комната для УЗИ оснащена обычной смотровой кушеткой, а также собственным аппаратом для ультразвукового обследования. Вот эта громоздкая машина. Сейчас беременная женщина укладывается на кушетку для обследования. Врач оставляет открытой часть живота. Сканирующее устройство сейчас располагается прямо над маской. Это устройство состоит из кристалла, который посылает пульсирующие высокочастотные звуковые волны, а также из приемника, который воспринимает эхо этих волков. Все полученные отзвуки передаются затем на компьютер, который в свою очередь собирает из них вполне различимое изображение живого нерожденного ребенка. Изображение ребенка на экране может быть в двух аспектах, или линейным, что целесообразно на поздних стадиях беременности, или секторным, что дает более точную картину состояния плода при ранних сроках беременности, как в данном случае. Образ, воссозданный звуковыми импульсами, обладает изумительной четкостью и детальностью изображения. Аппарат настолько точен, что доктор может изучать работу крошечных сердечных клапанов во время сердечных сокращений. Впервые отцы и матери получили возможность увидеть свое нерожденное дитя благодаря этой поразительной технике. И вот все эти методики, новые аппараты и оборудования, которые используются сегодня повсеместно, убеждают нас, вне всякого сомнения, что нерожденный ребенок — это еще один человек, еще один член человеческого сообщества, никоим образом от нас не отличающий. Итак, впервые мы имеем технологию, которая дает нам возможность взглянуть на аборт глазами жертвы. Ультразвуковое изображение позволило нам сделать это. Сейчас вы впервые увидите, как ребенка разрывают на части, расчленяют, разъединяют, раздавливают и уничтожают бездушными стальными инструментами аборта. Сейчас мы предлагаем вам взглянуть на модели различных стадий внутриутробного развития плода. Практически от самого начала до полного созревания. Так выглядит ребенок в 4 недели, в 8 недель, в 12 недель, в 16 недель, в 18 недель, в 20 недель и в 28 недель. Как вы видите, в течение всего развития плода никаких революционных или драматичных изменений ни в форме, ни в сущности этой личности не происходит. Вот сейчас это крошечное создание в возрасте 12 недель уже полностью оформлено и является совершенно определенным человеческим существом. Мозговые импульсы отмечаются у него как минимум в течение 6 недель. Сердце функционирует уже приблизительно 8 недель, и все другие человеческие функции не отличаются от наших. Эта книга 16-е издание учебника по акушерству написано в 1980 году. Это стандартный учебник, используемый во всех медицинских вузах в Соединенных Штатах Америки. Предисловие к ее изданию 1980 года звучит предупреждение для нас. К счастью, мы уже вступили в эпоху, когда мы с полным правом можем рассматривать и лечить плод как нашего второго пациента. Еще несколько лет назад кто мог бы подумать, что мы можем отдельно оказывать плоду медицинскую помощь? Традиционные медицинские принципы и этика повелевают нам ни в коем случае не навредить своим пациентам, которым мы присягнули заботиться об их жизни. А теперь давайте посмотрим, что происходит с нашим вторым пациентом в ходе аборта. Вот модель 12-недельного плода в матке. Матка — это мышца, окружающая ребенка. Когда врач, производящий аборт, приступает к процедуре, он вначале вводит во влагалище вот этот инструмент, известный гинекологом как «Зеркл». И с его помощью открывает для обзора сервис, шейку матки. Получив доступ к шейке матки, врач затем берет этот инструмент, называемый зажимом, и надежно крепит его таким вот образом. на шейке матки. Следующий инструмент, участвующий в этой процедуре, это зон. Зон вводится в матку, а затем извлекается из нее. Таким образом, врач, производящий аборт, устанавливает для себя глубину и в целом размеры маски. После чего используется вот этот набор расширителей. Изогнутых металлических инструментов, необходимых для расширения туго сжатой шейки матки, что в конечном итоге можно было бы вести вакуумный аспиратор, собственный инструмент аборта. Вначале врач вводит самый тонкий из расширителей, затем переворачивает этот инструмент утолщенным к концу и повторяет эту процедуру несколько раз, пока не раздвинет шейку матки до нужных ему пределов. Наконец наступает очередь вот этого инструмента. Это и есть вакуумный аспиратор. До применения он содержится в стерильной упаковке. его вводят через расширенный проход в матку. Протыкают им околоплодный мешок, пропустая околоплодную жидкость. После чего инструмент непосредственно касается ребенка под давлением приблизительно 55 мм втутного столба. на другом конце этого приспособления. Вы видите, что аппарат присоединен к длинной широкой отсасывающей трубке на этом конце и к инструментарию для аборта на другом конце. Отсасывающий наконечник начнет разрывать ребенка на части. Части тела отрываются одна за другой, пока в конце концов от ребенка не останутся лишь тучи тела и голова. Голова слишком велика, чтобы пройти через аппарат. Это обуславливает использование вот этого инструмента, называемого абортсантера, или пулевые ножи, которые вводятся в маску через расширенную шею, и которыми врач пытается уловить свободно плавающую в маске головку ребенка. Поймав голову, инструмент раздавливает его. Содержимое головы извлекается, как и осколки костей. На этом аборт считается успешно завершенным. Мы видели появление на ультразвуковом экране 12-недельного ребенка. И мы также видели весь механизм шаг за шагом 12-недельного аборта. Сейчас впервые мы с вами увидим зафиксированный на пленку с экрана УЗИ аборт 12-недельного плода. Учтите, что это не какой-то особый случай, поздний срок. Это один из 4 тысяч абортов, выполняемых ежедневно в Соединенных Штатах. Фильм был снят в одной из гинекологических клиник. Врач, выполнявший аборт, был молодым человеком, работавшим в двух таких клиниках одновременно. За свою недолгую практику он успел сделать приблизительно 10 тысяч абортов. филмом, когда мы пригласили его присутствовать на стадии редактирования фильма, его так ужаснуло то, что он сделал, что он в какой-то момент покинул комнату, затем вернулся, закончил редактирование и больше никогда в своей жизни не выполнял аборты. Молодая женщина, оператор синхронной ультразвуковой камеры, слывшая яро феминист, выступавшая за аборты, также была потрясена увиденным и больше никогда не обсуждала тему абортов. Теперь вернемся собственно к фильму. У вас на экране секторное сканирование синхронного ультразвукового изображения 12-недельного нерожденного ребенка. Ребенок располагается вот в этом направлении. Вы сейчас видите головку ребенка, его тельце здесь и вот это изображение детской ручки, которая приближается к рту. приглядевшись к ребенку, мы разглядим его глаз, вернее, орбиту глаза вот здесь, носит здесь и рот ребенка вот здесь. мы с вами можем даже вот здесь увидеть желудочек мозга. Это жидкость, заполняющая пространство в мозгу. Здесь мы видим тело ребенка с силуэтов рюля. И вот здесь позвоночник. вот эта губчатая ткань вверху секта является плацентой или последоврем ребенка. Здесь снизу мы начинаем видеть бедра, нижние конечности плода, отходящие от тельца таким вот образом. Давайте посмотрим, как же это выглядит в движении. Вот здесь в груди ребенка мы видим бьющееся сердце. Оно бьется за скоростью приблизительно 140 ударов в минуту. И мы видим ребенка довольно спокойно двигающегося в матке. Вы видите, что время от времени он меняет свою позу, но он все еще развернут в эту сторону. Сейчас рот как раз принимает большой палец. ребенок вновь спокойно задвигался в своем святилище. Теперь вот этот тик, который мы видим здесь внизу экрана, это наконечник отсасывателя. Мы намеренно закрасили его с тем, чтобы вы имели более четкое изображение. Врач уже раздвинул шейку матки и сейчас вводит наконечник вакуумного аспиратора, который вы видите перемещающий по этому экрану. Вы заметите, как наконечник, который сейчас находится здесь, приблизится к ребенку и как резко отпрянет ребенок от этого инструмента и как движения плода станут все более резкими и отчаянными. Сейчас ребенок двигается гораздо более целенаправленно. Он все время меняет свое положение. Сейчас он опять попытался скрыться. при этом наконечник еще не касался ребенка, хотя движение последнего чрезвычайно взволновано и резки. Мы снова видим ребенка в профиль и опять наконечник ищет его по всему экрану. Рот ребенка сейчас широко открыт и мы увидим это через мгновение на стоп-кадре. но этот наконечник который как вы видите активно мечется по всему экрану является орудием смерти и в конце концов разовет на части и уничтожит ребенка. Только после того как околоплодная оболочка будет прорвана и жидкость выйдет из нее вакуумный аспиратор присосется непосредственно к телу ребенка. Опять мы видим рот ребенка широко открытый в нем вот на этом стоп-кадре это беззвучный немой вопль ребенка предчувствующего свою страшную гибель в следующую секунду. Значительно усилилось его сердцебиение и движения плода достигли в этот миг своего пика. Он действительно чувствует что в его святилище вторглась угроза. Он стремится прочь вы видите его последнее усилие трогательное и жалкое усилие уйти от безжалостных неумолимых инструментов смерти которые направляет врач пресекая жизнь ребенка. Сердце плода еще раз заметно ускоряет ритм. Аппаратура показывает 200 ударов в минуту. Вне всякого сомнения ребенок всем своим существом чувствует смертельную угрозу. Околоплодный мешок наконец прорван и жидкость и стекла вы уже не видите большого резервуара жидкости окружавшего ребенка. Но как только жидкость и стекла наконечник плотно присосался к телу ребенка которая с огромной силой тянет вниз под действие отрицательного давления. тельца планомерно и методично отрывается от головки. Голову можно различить вот здесь. Я сейчас обвожу головку ребенка. Нижние конечности уже уничтожены и мы видим как наконечник появляется на экране серии судорожных вспышек. ребенка мотает взад вперед силой присосавшегося к нему аппарата который врач управляет вот таким образом. Головку ребенка все еще можно различить. Тело уже не видно. Его полностью оторвали от головы. То что мы видим сейчас это голова и на экране заметен срединный шов головы и осколки костей. Теперь эта голова которую я черчиваю на экране просто слишком велика чтобы целиком выйти из матки. Врач собирается задействовать этот инструмент абортсон или щипцы чтобы ухватить голову. он попытается раздавить голову таким вот образом и вытащить из матки по кусочку то что от нее останется. Между врачом и анестезиологом существует особый секретный язык который призван скрыть мрачную реальность происходящего. например вместе они называют головку ребенка поиском которой они сейчас заняты номером первым и анестезиолог спросит врача номер первый уже вынут? Мы уже закончили? Периодически на экране мы видим лопасти щипцов голова свободно перемещается в матке щипцы приближаются к ней сейчас голова прочно зажата между лопастями инструмента и щипцы тянут ее вниз к шейке матки все что мы сейчас видим это клочки камер осколки костей свидетельствующие о том что еще недавно здесь было живое беззащитное крошечное человеческое существо размышляет над воздействием абортов на наше общество давайте посмотрим на некоторые цифры свидетельствующие о том что же в действительности произошло за последние 20 лет у нас у нас есть достоверная статистика 1963 года это задолго до того как аборты были узаконены позорным решением по делу Роу против Вейда цифры говорят о 100 тысячах нелегальных абортах совершавшихся в то время ежегодно в США плюс очень небольшое число легальных абортах в 1973 году в первый год вступления в действие решения по делу Роу против Вейда было совершено 750 тысяч абортов а в 1983 году это последний год по которому у нас имеется достаточно полная статистика уже было совершено полтора миллиона абортов теперь давайте взглянем на аборт как на отрасль индустрии в прошлом году в нашей стране было совершено полтора миллиона абортов средняя стоимость этой операции от 300 до 400 долларов это позволило поставить аборт на промышленную основу с извлечением прибыли от 500 до 600 миллионов долларов в год что дает возможность включить индустрию абортов в список 500 самых доходных отраслей промышленности в мире 90% этих денег идут в карманы врачей а оставшиеся часть в кармане дельцов предпринимателей владеющих соответствующими клиниками нам удалось получить результаты последних расследований по вопросу об этих клиниках подобные медицинские учреждения растут по всей стране в кармане и образуют вечерние филиалы мы знаем о сети таких родственных клиник в Калифорнии по всему юго-западу и даже на консервативном юго-востоке Соединенных Штатов и у нас сегодня есть свидетельство что все больше и больше этих клиник попадают в руки мафии преступного синдиката Соединенных Штатов таким образом полученные за аборт деньги не только обогрены кровью невинных жертв абортов но и свернены грязными руками пельцов преступного синдиката рассматривая последствия аборта мы также должны понимать что жертвы становятся не только нерожденной ребенкой такими же жертвами являются и женщины им никто не говорил о том кем в действительности является нерожденный ребенок никто и никогда не показывал им реальных факторов о сущности аборта все больше и больше женщин сотни тысячи десятки тысяч страдают от непоправимых последствий перфорации и заражения мордин и в конечном итоге лишаются способности рожать вообще в результате операции о которой у них не было истинного представления женщины оказываются стерилизованными кастрированными этот фильм и подобные ему должны стать частью информации которую обязаны предоставлять женщине прежде чем она даст согласие на процедуру подобного рода я обвиняю национальную лигу движения за право на аборт я обвиняю организацию планирования семьи и всех их пособников и соочников из индустрии абортов в заговоре последовательно сохраняемо молчание утаивание от женщин всей правды об истинной сущности аборта и я требую от всех сторонников абортов показывать эту видеопленку всем женщинам прежде чем они дадут свое согласие на аборт видите ли я думаю я кое-что знаю об аборт я был одним из основателей этой самой национальной лиги движения за право на аборт в 69 году и в течение двух лет я заведовал крупнейшей в западном мире клиникой производящей аборты с тех пор у нас появилась наука известная как наука о плоде патологии позволившая нам заглянуть в тайну человеческого плода все произведенные исследования без исключения приводят нас в вывод что нерожденный ребенок является человеком таким же как и мы с вами неотъемлемой частью человеческого сообщества так вот уничтожение живого человеческого существа никогда не станет решением того что в сущности является социальной проблемой я считаю что опускаться до такого насилия означает признать нашу полную научную и что гораздо хуже нравственную этическую несостоятельность духовной убежисти почему-то я отказываюсь верить что Америка пославшая человека на Луну не может придумать никакого другого решения кроме как прибегать к насилию я думаю что все мы здесь и повсюду должны посвятить себя неустанным попыткам найти лучшие решения решения которое будет рождено любовью и состраданием и должным уважением бесконечной тенности человеческой жизни ради всего человеческого здесь и повсюду давайте положим конец убийству субтитры и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok